В конце августа, в начале сентября Знаете что, ну я начал вот опять же, наверное, к этой теме, что начал рано утром просыпаться, в 4-5 утра О, 4-5, опять, это когда вы начали опять рано просыпаться? Это вот я начал работать, и вот у меня в сентябре вот такое, в 4 подъема Аня, вот опять обострение, она недалечена, и дальше комом пошло все Да, ну вот пошло, пошло, и, к сожалению, работаю, знаете, то работал, то не работал Месяц работал, неделю дома сидел, потому что бывало такое, что на улицу мне не хотелось выходить И видеть никого не хотелось, если я мог, неделю, неделю А вы знаете, а ну давайте вернемся все-таки после второй госпитализации Удивительно Вот, я как-то не обратил внимания Скажите, вы все-таки были более-менее как-то, ну скажем так, вот когда вас выписали второй раз Вы там неделю попринимали клозапин, он вас, значит, скажем так, овощил и так далее, и так далее Все-таки вы сумели пойти на работу, вы как-то все-таки, то есть стало лучше, насколько стало лучше Если по столу этой вот, в бальной системе Ну, наверное, процентов на 60-70, ну, лучше стало Конечно, 60-70, и настроение немножко, и уже появились какие-то Понимаете, вот я вам хочу сказать, что у меня была какая-то надежда внутри Появилась, о, появилась надежда Появилась надежда, она теплилась вот такая, знаете, что вот сейчас я восстановлюсь, все будет хорошо Я себя где-то внутри, конечно, вот у меня такой настрой был, знаете, такой боевой Ну, надо это забыть, плохое, надо двигаться вперед Надо двигаться вперед, надо искать, ну как, не унывать Вот что-то внутри, какой-то настрой, огонек такой появился Подождите, я буду уточнять, тут важный, мне надо уточнить Значит, появилась какая-то активность Да, активность появилась Ведь, по сути дела, по сути дела, ни с того, ни с сего, само Само, понимаете, что меня удивило Звонок, да, к вам идет Значит, что меня удивило Меня удивило то, что вы отменили клозапин И стали спать без клозапина Значит, состояние улучшилось Причем, в какую сторону? Оно, вы не стали абсолютно здоровым Абсолютно здоровым вы не стали Но вам стало значительно лучше 70%, а может быть и больше Это, понимаете, это же такое дело Субъективное У вас появилась надежда Вы стали, значит, прекратили медикаменты пить Значит, стали работать Опять как-то возобновили Если сравнивать, что было до, значит, второй госпитализации Что было до первой То есть, естественно, вам стали лучше И вдруг Ну, скажем так Вот, смотрите Вот было до 44 лет Вот так было Все, вы были активны и так далее Потом вы упали в депрессию Потом вас лечили, лечили И нихрена Ну, вот так вышли из депрессии Потом суицидальные мысли Опять в больницу Опять впали в депрессию Лечили клозапином Там 30 дней Или сколько Выпишли Вот А после больницы Состояние, наверное, вот сюда То есть, вы до нормы не дотянули Но оно стало так И вот где-то там Что там, наверное Июнь, июль, август Вы как-то работали Надежда появилась Препараты по боку На хрен Более-менее А в сентябре опять стали Опять пошли вниз Так или нет? Ну, где-то да Наверное, осень Осень опять пошла у меня Ну, хорошо Все Какая разница Так Значит, опять вы бросили работу Или продолжали? Ну, я по мере сил Вы знаете У меня такая работа была Что я мог на день-два На неделю отпроситься Подождите Подождите Я не это интересую Какая работа Вы заметили Ну, если состояние ухудшилось То есть, работаю уже Уже и работать было сложнее И вообще все было сложнее А сон опять ухудшился Или нет? Ну, вы же сказали Стало рано просыпаться Пять-четыре часа Ну, вот появился Вот этот симптом Поднятия у меня В четыре часа Правильно 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 Хорошо Оно прогрессировало По мере нарастания осени? Ну, нет Не сильно Я бы не сказал, что оно прогрессировало Хорошо Суицидальные мысли были? Нет Тогда не было Отчаяние Отчаяние Тоска Вот все безнадежно Будущего нет Не было? Было И опять появилось Чувство вины Что я все-таки Ну, что ж такое У меня Ну, чувство Вот Наверное, больше всего Какое у меня Гнетущее было состояние Это вот чувство вины Что я Какие-то ошибки В жизни допустил Раз пришел К такому состоянию Ошибки Понимаете? То есть грех Нагрешил Или что? Это кара бочия? Ну, вот И такие мысли Тоже Как вы понимаете Что верующий человек Анализирует Свою жизнь Где-то Где-то ошибки Молодости Почему так? Почему со мной? Понятно Понятно Ну, это бред Это опять бред Вот я виноват Я заболел Понимаете? А я вам скажу Сейчас мы начнем Это выяснять Закончим историю Болезни До сегодняшнего дня Это ваши Это вы Страдаете За грехи Ваших родителей От кого-то Или от папы Или от мамы Вот вам и все Вот вам и от бабушки И там и так далее Ну, так Это, конечно Это, конечно В религии Так говорится Но, на самом деле Это не грехи Это просто Передались Передались гены Хорошо Ладно Ну, это уже Какой? 21-й Или 22-й Год? Это 20 Конец 21-го Вот мы говорили Вам с вами За 8-го Да, конец 21-го Дальше Вот мы уже Перешли в 22-й Год Прошлый Как он протек? Ой Сложно Ну, давайте Бессложно Сложно Непонятно Что значит Сложно? Понятно Ну, давайте Значит, вот С начала года Я опять пошел На работу Меня позвали Или я работал Опять у меня Такие провалы То я работаю То я дома А вот сейчас Я... Стоп 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 Скажите Что, были колебания В состоянии, да? То есть Лучше Там пару дней Или там Несколько дней Лучше Немножко А потом Опять хуже Опять лучше Опять То есть Вот такие колебания Лучше Хуже Но полностью Нездоров Все равно Значит, скажем так Вот здоровье А у вас так Вот так Вот так Вот так Вот так Все ясно Все Все Вот это Все ясно Хорошо Все ясно Дальше 22-й год давайте Такое Знаменательное Что там Да, кстати Лечение Не принимали, да? Нет 22-й год Ну, я только в конце Я потом уже коснусь Я Последняя у меня Выписка Но я не лежал Я просто был на консультации То есть Вы 22-й год Прожили без медикаментов Немножко лучше Немножко хуже Немножко лучше Немножко хуже Вот Продолжали То работаю То не работаю То немножко Появляется надежда То наоборот Я грешник И вообще Я что-то там сделал А потом Нет Я уже не грешник Может быть Что-то будет То есть Вот это Колебание Лучше Хуже Лучше Хуже Ну да Я называю Знаете Качели 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 Вот Хорошее слово Правильно Или колебания Так Хорошо Ну и Когда же вы Значит Кстати Когда хуже Суицидальные были Коротко Вот когда Вот это Я грешник Да Ну Оно пробегает Знаете Где-то на заднем плане Далеко Где-то что-то Далеко Далеко Понятно Если так Пойдет То я не знаю Сколько я выйду Понятно А если Когда становилось Немножко легче То есть Как-то действительно Светлело Все Появлялась Надежда Да Что все Будет Хорошо А вот Скажите Сколько Длилось Вот это Падение Качели А сколько Длилось Дней Вверху Или Недель Смотри Значит Смотри У меня Вот когда Вот это Падение Я начинаю Я не выхожу С дома Мне даже Жена Сходи в магазин Я понял Это я понял Сколько Длится Вот это Вот это Отсутствие Неделя Две Три Или как Ну Неделя Неделя Так А потом Уже начали Выходить Идете на работу Сколько Длится Вот эти Качели Наверху Месяц Может быть Две Недели По разному Я не могу Сказать Что есть Какая-то Система Скажите А чего Больше Падение Вниз Или все Таки Улучшение По По времени По времени Наверное Все таки Улучшение Именно Если 22 Год Взять То я Боролся Больше Улучшения Не Не Давайте Не Боролся Значит Улучшение Длилось Дольше Чем Значит Скажем Так Вот это Состояние Дольше Чем Это Это Короче Неделя Это Месяц А потом Все равно Опять Сюда Как бы Как бы Какой-то Ритм Какой-то Все понял Так Ну и Почему Вы вдруг Попадаете В больницу Опять И когда Попадаете 22 Я Опять В этот Ноябрь Стало Хуже Или Нет Или Сохранялось Вот эти Колебания Оно Сохранялось Общее Недомогание Такое Знаете Вот это Общее Уныние Понятно Ну и С этими Колебаниями Лучше Хуже Или Осень Уже Больше Хуже Чем Лучше Спокойно Я даже Уже Осень Я как-то У меня Как-то Оно Уже Я заметил Что Время Года Не влияло Никак Совершенно То есть Оно Шло С этой Периодичностью Хуже Лучше Отлично Повели Вас Все Закончили Повезли Вас В К Частному Психиатру Его вердикт И его назначение Вердикт Диагностическое Заключение Значит Он мне ставит диагноз F41 2 Идиот Поверьте Там умней врачи В больнице F41 2 Так Смешанно Смешанно Тревожное Депрессивное Ну понятно Это F41 2 Так Значит Он мне дает Такие рекомендации Сиротролин Так 50 миллиграмм Одна таблетка Утром Длительно Так Потом он мне дает Эглонил Или Сульпирид Сульпирид Так Сульпирид Да 50 миллиграмм Два раза в день Да И опять Он мне дает Квитиопин Перед сном Для улучшения сна Он так и написал Какой донг Доза какая Так Доза 25 Миллиграмм Так Понятно Понятно То есть он лечит вас Ну вообще Эглонил Напрасно он дал За какой смысл Эглонил Это страшная вещь А в целом В целом В целом Скажем так Оксиртролин Ну доза тоже Маленькая И Квитиопин Нормальный Это то что назначили Вам первый раз Психушки Все Ну и Давайте так Долго Чтобы не затягивать Вот потому что Надо дальше Нам идти Помогло Не помогло Ну да Наверное Я начал пить Как-то Получше Стало Состояние Что значит Получше Что значит Получше Смотрите Основная Вот проблема Это был у меня Поток мыслей Вот этих вот Внутри Вот эта вот Жвачка Которая постоянно В голове То есть То есть мысли Как-то стали Поспокойнее В голове Стало Это на 25 На 50 Сиртролина И на Эглонил Кстати А Эглонил У вас не стало Грудь увеличиваться? Нет Нет Хорошо Как долго Вы принимали Всю эту схему? Ну вот Она мне в ноябре Назначила Я Три месяца Попринимал Так Значит Насколько Улучшила? Кстати Кстати Сюда Не надо смотреть Туда Все Все ясно Это Больше мне не надо Диагноз ясен Диагноз неправильный Абсолютно Лечение Более-менее Но тоже Не совсем до работы Следующий вопрос Значит Когда вы это Принимали Вот эти скачки Колебания Исчезли Или нет? Или Сохранялись? Да У меня У меня более-менее Выравнилось Настроение Ладно Я не стал Себя чувствовать Но не Опять же Смотря с чем сравнивать С каким состоянием Нет Подождите Подождите С чем сравнивать? Давайте так скажем Не с чем сравнивать Как оно Сравнивать Вот с тем Периодом До болезни Вот с теми Сравнивать Насколько Вы вернулись Насколько Вы вернулись К своему Доболезненному Состоянию На этой схеме В 22 Году С ноября До декабря Наверное 50% 50% Ну так Это же вообще мало 50% То есть Так вы и не вернулись Хорошо Значит Что изменилось В вашей Вашей жизни Вот вы стали Более активны Или Или все равно Вот такой Какой есть То есть Потеряли Свою роль И значение Отца семейства Не ну в любом случае Не такой Как я был До болезни Не такой Ну 50% Значит на 50% Не такой Что Что изменилось Что ушло От вас Каким бы было И исчезло Вы знаете Ну вот первое Что Это радость Вот что меня Больше всего Радость Все Радость исчезла Дальше Второе Что у меня еще Опять же Если говорить не только Вот психическое состояние А начали донимать Сильные головные боли Появились головные боли Где? Покажите Ну как-то Начало давить Понимаете Ну где лоб Темя Виски Затылок Ну скорее Передняя часть Лоб Лоб и темя Так Хорошо Еще что Еще что Все Все В телеграфном стиле Какие еще Жалобы Очень сильно Шум в ушах Появился Появился Шум в ушах Дальше Еще что Сонливость Такая сонливость Что я все время Спать хочу Сонливость Спать Так Еще что Ничего не пропустите Слабость Слабость В чем она проявляется Что Ноги тяжелые Как свинцовые Что ли Ну Как объяснить Ну слабость Вот Ну Нежелание Что-то Не то что Нежелание Просто чувствуешь себя Вот как будто Выжатый лимон Утром просыпаешься Как будто Ужня Отлично Следующее Что Я уже понял Слабость Значит Выжатый лимон Радость синяя Дальше Что еще Как вы стали Себе вести Ведь до 44 Года Вы эмигрировали Вы играли На гитаре Вы работали В церкви Протестантом Стали Детей Женой Там занимались Сексом И так далее Что В кого вы превратились Что половина От вас осталось Прежнего Здорового Или сколько Наверное Даже не половина А 30% Сколько 30% Ну хорошо Суицидальные мысли Проскальзывали Вы имеете ввиду На какое время Уже После декабря Вот Вот Значит Ноябрь Ноябрь И февраль Вот это Там 5 месяцев Ну только Мысли Но такие Которые Я не принимал Знаете Где-то Атаки Но они появлялись Иногда Отчаяние Да Вот именно Отчаяние Хорошо Сон Как сон был Ну вот сон Сон нормальный Нормальный Это на 25 Квитиопина Да На сон нормальный Даже утром Мне вот тяжело Просыпаться Когда Квитиопин Я пил Мне очень Вот эта Сухость во рту Я чувствовал И просыпался Понятно Понятно Ну хорошо А что жена Говорит Что Ну жена Говорит Жена поддерживает Меня Не Это хорошо Что поддерживает Но Вы же поймите Четверо детей А как у вас Статус Вас Не Не высылают Не Ну нет Слава Богу Не высылают Ну высылают Хорошо А какое будущее Стабильное Вот в этом В этом плане Туманное Туманное Это влияет Или нет Или вам уже По барабану Это Не А как это не влияет Ну оно все влияет Понимаете Не Подождите Подождите Я вас спрашиваю Влияет или нет А вы мне Философски Да влияет Оно меня достает Да влияет Влияет А это может быть Причиной или нет Ну как одна Из причин Как одна А какая еще Какие еще Причины Могут влиять Ну вот Вы же сами Закометили Что четверо детей Это ответственность Я как человек Ответственный Меня это тоже Очень сильно Подбивает Да подождите Это Вы понимаете Когда вы были здоровы Это вас абсолютно Не трогало За пятку Не Вы знали Я буду работать Я буду зарабатывать И все А сейчас оно влияет Почему Потому что Я не могу работать А работать Вы не можете Потому что Больны Или потому что Статус У вас Который Запрещает Вам работать Вот же Это же разные вещи Ну По существу Все таки Болезнь Потому что Если статус Я Я бы нашел Работу В любом случае Понятно Понятно Значит болезнь Все Хорошо Что вы сейчас Принимаете Вот Январь Февраль Так Ну вот с февраля Я уже ничего Не принимаю Ничего И как состояние Изменилось Вот вы принимали Три месяца Квитиопин 50 50 Сертролина И Там этот вот Что там еще Мертозапин Да Не Не Сульприт А Сульприт Да Все Ну вот Прекратили Вы почувствовали Что прекратили Или как было На нем Так и без него Вы знаете Особая разница Правильно Правильно Хорошо Теперь Чтоб мы закончили Уже историю Болезни И перешли В другом направлении Я задаю вам вопрос Что сегодня Вот сейчас Вот самого Значит Сложного Самого тяжелого Самого выраженного Что мешает вам жить Так как вы жили Еще два года тому назад Наверное Самое Самое То что Мне мешает Да Это вот Состояние Вот такое Знаете Слабость Ничего не хочется делать Совершенно Ничего То есть Хочется просто Лечь Лежать Вот так Закрыться Понятно Следующее Вот головные боли Очень сильно У меня Я уже хотел Обследовался Уже обследовались Да Я МРТ просто Так Все МРТ делали МРТ МРТ головы Делали МРТ Ну так А что за обследование МРТ сделать И все И конец А что там обследоваться Там они ничего и не найдут Потому что он будет смотреть на глаза Там ничего нет МРТ надо Ладно Хорошо Следующий симптом Который Второй Или третий По значимости Значит Первое Это самое Не могу Не хочу Мало что радует Активности Нет Слабость Все Дальше Что еще мешает Следующее Понимаете Что еще Я заметил Такое Что Это ни от чего Я удовольствия не получаю Адель Или как это Ничего не получаю Понятно Если нет удовольствия